Это Алмазный край. Спасибо, что вы с нами. В студии Панорама Татьяна Тестова и поговорим об итогах первой недели июля. Проснулся, решил освежиться, доставали его из этой ямки. За 15 лет вода унесла жизни 51 жителя Мирнского района. Инспекторы ГИМС показали самое опасное место для купания. 16-я фабрика Накына использует френч-пресс для отработанной породы. По принципу технология похожа на заварку чая. На теплоходе «Нилькан» есть собственный мини-спортзал с боксерской грушей, турником, гантелями и штангой, которые экипаж сделал собственными руками из металла. В преддверии дня речника Алмазный край два дня провел вместе с экипажами «Алруссалена». Какая она жизнь на флоте? Об этом через несколько секунд. Ну а пока обзор событий, мимо которых мы не могли пройти. В «Алруссал» приступил к работе новый главный геолог. Должность занял Роман Желункин. Он пришел на смену Константину Гаранину, под чьим руководством открыли 25 кимберлитовых тел в России и Африке. Мирницы завоевали еще несколько медалей на международных играх «Дети Азии». За неделю якутскую копилку наград пополнили золото за эстафету, серебро за мини-футбол и бронза за бокс. Два работника удачинского ГОКа покорили вершину Эльбруса. Мужчины поднялись на высоту более 5600 метров. Восхождение заняло 12 часов, но перед этим якутяне несколько дней тренировались в Пятигорске. За последние 15 лет вода забрала жизни 51 жителя Мирнского района. Один из рекордсменов по несчастным случаям вблизи Алмазной столицы – участок Майский, берег реки Малая Бутобия. Сотрудники ГИМС говорят, в 90% случаев погибшие люди были нетрезвыми. Вот здесь у нас года 4 назад отдыхала группа людей с города Мирного. После трудовой недели, ударной наверняка, ребята устали от потребления, уснули. Один из них, грубо говоря, проснулся, решил освежиться. Как результат, вот здесь вот внизу по течению река делает поворот, и там ямка. Они доставали его из этой ямки. Находясь на отдыхе, следите за своей детворой. В прошлом году был несчастный случай у нас, связанный именно с тем, что не уследили за несовершеннолетним ребенком. И мужчина, отец семейства, спасая своего сына, сам захлебнулся и погиб. В Мирнском районе нет ни одного оборудованного пляжа. Соответственно, дно водоемов спасатели не прочищают и не дежурят на вышках. Чтобы избежать трагедии, в ГИМС рекомендуют не заходить в воду там, где есть знак «Купаться запрещено». А тем же, кто катается по воде на лодках, всегда надевать спасательный жилет. В общем, на природе в ближайшее время делать нечего. С 1 июля и до особого распоряжения на территории Мирнского района ввели особый противопожарный режим. Гражданам запретили посещать леса, готовить мясо на открытом огне, разжигать костры и сжечь траву с листвой на придомовых участках. При возникновении пожара необходимо позвонить в службу спасения по номеру 112. Также работают горячие линии. В Мирном ее номер 101, а в Удачно 57044. 5 июля на территории республики действовало 123 природных пожара на площади свыше 308 тысяч гектаров. Об этом сообщает МЧС Якутии. На особом контроле у ведомства 7 районов, в том числе Ленский. А в Олегминском на днях для тушения тайги использовали самолет Б-200. Затем он пролетел над селом Дабан 12 раз и сбросил по кромке пожара около 10 тонн воды. И к другим темам. Игорь Соболев покинул алмазодобывающую компанию спустя 16 лет. Большую часть этого времени он занимал пост первого заместителя гендиректора, исполнительного директора Алроса. Трудовую деятельность Игорь Витальевич начинал на угольных шахтах в Тульской области. Затем работал на Норильском горно-металлургическом комбинате. В Алроса пришел в 2007-м, тогда и возглавил Управление капитального строительства. Под руководством Игоря Соболева компания реализовала крупнейшие проекты. Строительство и запуск подземного рудника «Удачный», вывод на проектную мощность рудника «Айхал», запуск глобучий на Верхнемунском месторождении, разработка трубки «Майская», строительство нового аэропорта в Мирном и другие. Алроса вышла в лидеры СНГ по уровню цифровизации и операционной эффективности. В последнее время в должности заместителя генерального директора координировал проект по цифровой трансформации производственной деятельности. Крупные стратегические проекты, в том числе «Мир Глубокий». За вклад в развитие алмазодобывающей промышленности Игорь Соболев получил высшую награду Якутии – Орден «Полярная звезда». Тем временем 16-я обогатительная фабрика в Накыне отметила 10-летний юбилей с момента запуска участка оборотного водоснабжения, сгущения и фильтрации. Технологии очищают воду от хвостовых пород, как френч-пресс. Экономит воду для технологических нужд и места для хранения породы. Подробнее о работе фабрики расскажет моя коллега Елизавета Седых. Обогатительная фабрика номер 16 в Накыне – единственная в компании, где используют технологию фильтрации пустой породы. Работает она как френч-пресс. Заварить чай она, конечно, не поможет, однако сэкономить место для хранения хвостов отходов переработки алмазного сырья в четыре раза ей по силам. 1 июля Накынская фабрика празднует десятилетие запуска участка оборотного водоснабжения, сгущения и фильтрации. Внутренний оборот, вот, впервые переменили на шестатый фабрик, связи с тем, что не было места для складирования хвостов на хвостокальнище и для экономии поступления свежей воды. Для экологии это лучше будет, потому что хвостокальнище занимает большой объем, а складирование уже сухих, обезвоженных хвостов – это меньше места занимает. Накынские специалисты – первые фильтровальщики в алмазодобывающей компании. С 2014 года сотрудники осваивали технологию и увеличивали производительность переработки сырья до 250 тонн в час. Загрязненная вода после процесса обогащения поступает на сгуститель, и на нем мы получаем оборотную воду для нужд фабрики, для мельниц, для грохотов, для насосов. Общий водооборот фабрики состоит порядка 1200 кубометров в час. При этом, значит, вся вода у нас получается внутренняя, и мы не потребляем отмечку источников. Осветляет воду от примесей с помощью флокулянта – реагента. Он скрепляет мелкие частицы песка, твердое оседает на дне чана, а сверху остается чистая вода. Посмотрит, какая там скорость осаждения будет. Вот сейчас уже начал набирать. Какая скорость осаждения будет. И потом отрегулирует дозу, ну или производительность насоса, подающего флокулянта. Начальник фабрики Евгений Горюнов работает на фабрике с 2007 года. Проект участка и технологический процесс воплощались в жизнь на его глазах. В части перспективы развития на сегодняшний день мы занимаемся в большей степени повышением технико-экономических показателей участка. То есть это и подборща оптимального типа сырья, и сокращение времени циклов фильтрации. Обогатительная фабрика номер 16 перерабатывает труду Нюрбинского, Бутуобинского, Майского и Россыпных месторождений. Годовая производительность фабрики составляет около 2 миллионов тонн алмазного сырья в год. Елизавета Седых, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Археологи нашли четыре стоянки времен неолита и железного века в Мирнском районе. Специалисты из Новосибирска ведут раскопки между Чернышевским и Светлым. Люди копают вручную без привлечения техники. За месяц нашли более 200 предметов – обломки орудий труда и керамики. Возраст самых древних находок – 6 тысяч лет. Работы завершат в октябре 2024 года. Все лето и часть осени археологи будут жить в палатках в Якутской тайге. Раскопки на этой неделе проводили геологи Вилюйской георазветочной экспедиции. Однако сотрудники не искали алмазы, а помогали почетной жительнице города спасти огород от подтопления. Чтобы вырыть канаву, молодым людям понадобилось 9 часов. О проблеме дома 29 по улице Гагарина узнал геолог Вилюйской гре Александр Константинов. Через участок ветерана труда и почетной жительницы Мирного Марии Тухватуловной-Селезневой протекали поверхностные воды, и женщина не могла посадить картошку. Раньше влага уходила по канаве за забором, но она заросла и забилась мусором. Волонтеры убрали сгнившие доски и вырыли канаву заново, проложили 20-метровую дорожку. На призыв о помощи откликнулись 5 человек, трое сотрудников Вилюйской геолого-разведочной экспедиции и двое студентов-практикантов. Доски, гвозди и инструменты предоставила Алроса. Желоб для канавы – сосед. Бригада добровольцев сняла старые доски и оставила их пенсионерке на растопку бани. Продолжаем. Полсотни предпринимателей Мирного получили помощь в рамках социального контракта. Он стал для бизнесменов ключом к реализации амбиции в любимом деле. Как работает финансовая помощь и сопровождение специалистов на практике в Миринском районе, выясняла Мария Панхерова. Разноцветная сахарная вата, молочные коктейли и тайское мороженое с холодной плиты – все эти сладости Марина Макаева делает сама. Девушка – фея для миринских сладкоежек. Еженедельно порцию глюкозы получают десятки посетителей кондитерской лавки. Открытие – давняя мечта Марины – предприниматель, любитель оригинальных рецептов. Промониторив в городе, что у нас есть на данный момент, я поняла, что нет у нас ролл мороженого. Оно же называется тайское мороженое, что это необычный продукт. Ролл мороженое привлекает своей необычной подачей, то есть готовится на глазах у покупателя из свежих ингредиентов. Также оно необычно вкусное, ну и мало знакомый еще кому продукт, а новое в принципе все привлекает. Марина переживала, вдруг сладкий бизнес не окупится. Однако преодолеть сомнения помог социальный контракт. Два года назад Нерлинка разработала бизнес-план, прошла обучение и получила деньги на открытие дела – 350 тысяч рублей. Приятные моменты летом дарит не только мороженое, но и отпуск. А к отпуску нужно готовиться особенно тщательно – от головы до кончиков пальцев. Одна из тех, кто придает эстетический вид мужским и женским ногам – Карина Петренко. Однако глобальная миссия мастера – избавить людей от стержневых мозолей, глубоких трещин, деформированных ногтей, которые приносят боль и дискомфорт. В этом деле важны педологические знания, легкие руки и, конечно, оборудование. Я смогла приобрести такое оборудование, как вытяжка «Фобланк». Она помогает не распылять во время пятикюра в воздух пыль. Еще вот такой вот аппарат. У него уже вытяжка идет в ручки. Очень хорошая штука, особенно если мы планируем, я планирую, выезды на дом. Мирнинский район поддержал Карину Петренко, выделив полмиллиона рублей. Специалист закупила вытяжку, лампу ВУДО, которая показывает, есть ли на ногах грибок или проблемы иного характера. Больше всего это подростки, потому что у них начинается как раз в период становления гормонального фона, врастание ноготочков. И второе – это возрастные люди, потому что практически у всех пожилых людей 70 плюс начинаются грибковые инфекции. За последние два года 51 житель района заключил контракт с Мирнинским управлением социальной защиты населения Алмазного региона. На развитие дела людям дают до 500 тысяч рублей. Мера поддержки доступна ограниченному кругу людей. Социальный контракт может заключить малоимущий гражданин, одиноко проживающий или малоимущая семья, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного на душу населения в республике Сахай-Якутия. Чтобы заключить соцконтракт, будущему предпринимателю нужно заполнить заявку на госуслугах или же обратиться к специалистам «Мои документы», в администрацию по месту жительства или Управление соцзащиты. Документы рассмотрят в течение 10 дней. Уже после – тестирование на компетентность и выплата. В Управлении соцзащиты надеются – такая мера позволит открыть малый бизнес большему количеству граждан. Мария Панферова, Илья Шикуля, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Мирненский парашютный клуб «Феникс» отметил круглую дату – 10 лет со дня основания. В этой организации спортсменов готовят к прыжкам с высоты. В честь юбилея экстремалы провели соревнования по парашютному спорту. Команды авиационных спасателей и опытные участники клуба выяснили, кто из них самый точный в приземлении. Задача парашютистов – с полутора тысяч метров попасть в один из двух кругов. Там есть у нас два круга. Один для более классических парашют, которые большого размера, и у нас полуолепсные купола. Для нас уже побольше круг. Вот если мы попадаем в круг, то там свои очки. Клуб «Феникс» занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи Мирнского района. Дети занимаются бесплатно. Пройти подготовку и прыгнуть с парашюта могут и взрослые. Для этого нужно раз в год оплачивать взнос – полторы тысячи рублей. В этом году клуб «Феникс» стал одним из девяти победителей конкурса «Территория Алроса». У нас все бесплатно. Финансирование происходит за счет грантов. В частности, сегодняшнее соревнование – 90% денег – это летное время Ми-8. Это очень дорогое дело. Мы еще не купили, но деньги выделены нам на арку надувную с Соевистской клубой и генератор для надувания этой арки. А у двух сотен сотрудников Алроса Лена праздник впереди. 7 июля они отметят День работников морского и речного флота. Профессия речника – одна из важнейших для Алроса. Сотрудники судоходной компании снабжают промплощадки с севера грузом в период навигации. Съемочная группа «Алмазного края» провела два дня с экипажами и узнала об их работе и быте на судне. Я себе изначально поставил цель быть речником, полюбил эту профессию. У меня родственники речники, два брата старших, они не стали в этой профессии. А я решил все-таки остановиться на речниках. Связал свою судьбу, так сказать. Связал судьбу с рекой 15 лет назад и не промахнулся. Дмитрий Томшин начинал с рулевого моториста. В 2013 году устроился в судоходную компанию «Алроса Лена». Спустя три года молодой перспективный парень стал капитаном и возглавил теплоход «Нелькан». Экипаж 9 человек, вторая семья Дмитрия Томшина. С ними он проводит по полгода. За каждого несет ответственность. В первую очередь за безопасность, жизнедеятельность, экипажи, судно. У нас поставленный план на навигацию. Стараемся всегда его выполнить без аварий, без аварийных ситуаций. Желательно это все, что происходило. Не принести вред компании, ущерб. Ну и себе, конечно, теплоходу. Один за всем не уследишь, поэтому чувствовать уверенность и спокойствие в любых ситуациях капитану помогает его правая рука. Помощник Константин Савельев. Он верен и влюблен в профессию 17 лет. Ну, в первую очередь я отвечаю за грузовые операции, приемку, выдачу нефтепродуктов. И также в мои обязанности входит несение вахт, дневных, ночных, опять же судовые работы по судну. Так, руками на линии развернуть на кормовой бочке. Помогают на судне и юные подопечные из Осетровского и Киренского речных училищ. В эту навигацию к экипажу теплохода Виктор Тихонов присоединились три студента. Задача капитана и его команды – воспитать и научить ребят речному делу, повысить престиж профессии. Экипаж у нас очень замечательный, все душелюбные, со всеми очень хорошо общаемся, не ссоримся, ничего. Объясняют, как это сделать, что сделать, показывают, получая знания, стараются делать сам. В свободное время после смены экипажи собираются большой семьей и обсуждают новости. На стоянках рыбачат, делают декор для лодок из дерева, а некоторые находят время и для спорта. На теплоходе «Нелькан» есть собственный мини-спортзал с боксерской грушей, турником, гантелями и штангой, которые экипаж сделал собственными руками из металла. Поэтому «Валроса Лена» трудятся по-настоящему сильные речники. Речная романтика чувствуется первые пять лет, говорят опытные капитаны. Остаются в деле только проверенные и понимающие важность профессии. Это работа, связанная с постоянным движением. Очень многих это привлекает. Постоянное движение, смена обстановки, разные люди, разные встречи, разные ситуации. Речники – люди достаточно творческие. Не всем это подходит. Работа на флоте, часть отсеивается на начальном этапе, но те, кто проработал на флоте более пяти лет, как правило, остаются. Юлия Сундукова, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». Насладиться видами реки Лены, рассмотреть френч-пресс на фабрике или вообще пересмотреть этот выпуск можно на сайте, телеканале или же ютуб-канале «Алмазный край». Подпишитесь на наши соцсети, чтобы всегда оставаться в курсе новостей «Алмазного региона». У меня же на этом пока все. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова